МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! О том, как живет Альмитиск, сегодня вам расскажут корреспонденты информационной службы телекомпании Альмитиск ТВ в студии Эдуард Прокопьев. Смотрите сегодня. Лейся песня на просторе. По традициям советских времен артисты поднимают рабочий дух тружеников полей. Творческие агитбригады возвращаются. В Татарстане обнаружен очаг сибирской язвы. Есть ли гарантии, что инфекция не попадет в Альмитиский район? Почти 40% родителей не подтвердили свое право на дополнительную компенсацию от оплаты за детские сады. В чем причина? Альмитиские комбайнеры прекратили свою работу в самый разгар страды. На это у них есть веская причина, ведь сам глава района приехал наградить наиболее отличившихся в уборке урожая. Эта традиция поощрять передовых механизаторов существует в Альмитиске уже несколько лет. Годия сельского хозяйства имени Токарликова составляет 20 тысяч гектаров. Это одно из крупных сельхозпредприятий в районе. Зерновые культуры занимают площадь в 7600 гектаров. Работы ведутся с утра до позднего вечера. На сегодня 2000 гектаров озимых уже убрано. На площади 495 гектаров убран горох. Аграрии приступили к обмолоту ячменя. Средняя урожайность по хозяйству 24 центнера с гектара. В разгар страды за уходом уборки ведется тщательный контроль со стороны руководства района. Создан специальный штаб по уборке урожая. Ежедневно собираем, закрепили специалистов, руководителей бюджетных предприятий, заместителей руководителей сполкома за каждым хозяйством, чтобы могли в какой степени толчок сделать, где-то подсказать, где-то что. Но все равно это сплачивает коллектив сельчан к работе, что она действительно важна, чтобы не подумали, что это уборочная работа, сельхозработа никому не нужна. Хотя бы у них такой вот стимул в душевном, моральном плане появился. В хозяйстве имени Токарликова серьезно велась подготовка к страде. Сельхозтехника в полной готовности. Зерновые убирают 19 комбайнов, 12 камазов занимаются перевозкой зерна. Что же касается механизаторов, то их работа дополнительно стимулируется. Чтобы заинтересовать наших механизаторов, у нас разработаны условия. Оплата труда примерно на тонн тысяч рублей. Если комбайнер намолотит тысяч тонн, значит он заработает 100 тысяч рублей. Если полтора тысяч тонн, значит намолотит 150 тысяч рублей. Это реальная заработная плата. Кроме того, у каждого комбайнера есть своя норма. И если он выполнит ее в течение пяти дней, ему выплачивается дополнительная премия. Такие надбавки получили уже 9 хлеборобов. Всех их лично наградил глава Альмитинского муниципального района Мазид Салихов. Напомню, что инициатива поощрения отличившихся тружеников сельского хозяйства принадлежит главе района. И вот у нас добрые традиции становятся уже каждый год. Мы вручаем передовым комбайнерам, которые выполняют нормативы. У нас и так на каждый комбайн уже приходится порядка 335 гитаров. Это очень большая норма. Но, несмотря на это, стремление есть. Глаза горят у механизаторов. Вот мы сегодня очень много пообщались. Лишь бы вот погодные условия, погодные условия, чтобы не подводили только. Времени на отдых у комбайнеров нет. Получив награду, они вновь приступают к работе. Убрать урожай в срок. Такая задача стоит перед всеми хозяйствами района. По информации Управления сельского хозяйства и продовольствия, на сегодняшний день альмитевскими хлеборубами убрано свыше третьей площади зерновых. Средняя урожайность 20 сантиметров с гектара. С утра до ночи труженики сельского хозяйства убирают хлеб. То, как нелегок их труд, хорошо понимают работники культуры. Поэтому решили по-своему поддержать земледельцев. Им песня строить, жить и урожай убирать помогает. Труженики полей на короткое время стали зрителями на концерте, подготовленном районным домом культуры. О том, что канавшая в лету традиция вновь уверенно зашагала по полям, говорило многое. Улыбки, аплодисменты аграриев и производительность труда, которая после таких выступлений, по словам самих земледельцев, увеличивается в разы. В советское время, я сам когда был маленьким, возрастным, работали мы помощником комбайна, здесь в полях работали. Эта бригада, это с тех времен, я знаю это. Тогда они и колхозы, там мощные были, комбайны там много были, работников много, каждый комбайнер, помощники, там из вернотоки много людей. Вот эти бригады всегда ездили. Вот только если раньше, в советские времена, а гид бригады взывали к трудовым подвигам, век нынешний главная задача такого творческого десанта – дать возможность комбайнерам перевести дух, поднять настроение. Ведь работать хлеборобом в разгар уборочной кампании приходится до 18 часов в сутки, как говорится, от зари до зари. Обед и ужин здесь, на поле, так же, как и культурная программа. У нас каждый год бригада «Факел» в конце июля, в начале августа выезжает на поля, на зернотоки, вот как вы сегодня увидели, с концертными программами. Это вот радует и нас, и как бы дружников. Мы очень рады, что вот у них поднимается настроение, как бы, дальше работать там. Такие выступления длятся, как правило, недолго – порядка 15 минут. Ну а больше, по словам самих земледельцев, совесть не позволяет. Сейчас время такое – хлеб убирать надо. Елена Марданшина, Эдуард Прокопьев, Альметьюск ТВ. Труженики полей рассказали нам и о том, что абдрахмановцы приступили к уборке урожая 10 дней назад. Работниками хозяйства «Ярыж» уже завершена уборка озимых. Урожай очень сравнительно хороший. Мы вот сейчас дожди были, вот поэтому сейчас занимаемся переработкой зерна. Определенное количество зерна сдали, октажских АПП, определенное количество заложили на фураж своей скотине. Семена заготовили на осенний сев, вот семена ржей. Вот сейчас занимаемся переработкой гороха. Горох тоже убрали. У нас горох был 50 гектаров. Вот убрали, сейчас закладываем семена гороха. Но остальное, вот пока еще не созревший. Яшмень, пшеница, яровая пшеница, овес. Вот эти культуры нам предстоит убирать. Но уборочная компания у нас все полностью, у нас комбайн работает, 4 комбайна у нас. Люди есть, все нормально. Будем работать, выбирать. Лето горячая пора и для службы наркоконтроля. Традиционно в это время проводится всероссийская операция МАК. Наркополицейские выявляют и уничтожают очаг дикорастущей конопли. Кстати, попасть в число нарушителей закона может и обычный дачник, и руководитель сельскохозяйственного предприятия, и глава сельского поселения. Отвечать придется, если на участке выросло наркосодержащее растение. И еще более строгое наказание грозит тем, кто намеренно занимается выращиванием конопли или мака. В рамках операции МАК наркополицейские Татарстана работают над перекрытием каналов поставки наркотиков в республику, а также предупреждают преступления, связанные с наркотическими средствами растительного происхождения. Специалисты предотвращают сбор, хранение, перевозку наркотиков, организацию и содержание наркопритонов. Конечная цель операции – снижение уровня наркопреступности и стабилизация наркоситуации в регионе. Одно из последних крупных уничтожений, произведенных сотрудниками наркоконтроля Татарстана, было произведено в набережных Челнах. Близ данного города наркополицейские ликвидировали свыше 60 килограмм наркосодержащих растений, которые произрастали на площади, превышающей 100 квадратных метров. Согласно закону, на территории Российской Федерации запрещается выращивание любых наркосодержащих растений. Если землевладельцы заметили на своем участке наркосодержащие растения, они обязаны их уничтожить. Непринятие землевладельцам или землепользователям мер по уничтожению дикорастущих растений влечет наложение административного штрафа на граждан в размере до 2000 рублей, а на юридических лиц до 40 тысяч рублей. За культивирование же наркосодержащих растений грозит как административная, так и уголовная ответственность. Согласно статье 231 Уголовного кодекса Российской Федерации, незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства, наказывается вплоть до 8 лет лишения свободы. Наркополицейские призывают жителей республики к бдительности. Дело в том, что потребители наркотиков зачастую идут на хитрости. Засеивают наркосодержащими растениями соседские земельные участки и собирают там урожай. И если землевладельцы заметили на своем участке наркосодержащие растения, они обязаны их уничтожить. За бездействие также предусмотрена административная ответственность. С начала проведения операции МАК-2014 только Управлением наркоконтроля Татарстана было изъято и уничтожено свыше 10 тонн наркотиков. Зафиксировано 28 очагов дикорастущей конопли. В проведении операции МАК службе наркоконтроля помогают и сами жители. По их звонкам выявляются факты нарушения закона. Напомним сообщать об обнаружении очагов произрастания дикорастущей конопли, фактах культивирования наркосодержащих растений, незаконном производстве, хранении, сбытии и перевозке наркотиков. Следует по телефону доверие Управления наркоконтроля в Казани 273-43-45 и в Альметьевске 45-26-94. К другой теме. Буквально на днях весь Татарстан потрясла новость о том, что на территории республики обнаружен очаг сибирской язвы. Указан президента Татарстана с сегодняшнего дня в селе Илюга Кукмарского района установлен карантин. Проводится мероприятие по локализации очага инфекции. Альметьевский район с Кукмарским, конечно, не ближайшие соседи, но что значат такие расстояния в современном мире? Какие преграды ставятся для спор сибирской язвы в Альметьевске, выяснял наш корреспондент Марина Юрина. Разбирая обстоятельства этого грозного случая, специалисты выяснили, что больной теленок в Кукмарском районе был куплен у неизвестного продавца без каких-либо прививок. Часть разделанной туши продали в Кировскую область, но съесть не успели, мясо изъяли. Шкуру также продали в соседний регион за год контору, и предприятию после этого пришлось сжечь полторы тысячи шкур. Сейчас в селе медиками осмотрено около 200 жителей, 19 находятся под ежедневным наблюдением врачей. Объявлен карантин, который продлится не менее 15 дней. Чаще всего заражение сибирской язвой происходит через поврежденную кожу при контакте с больным животным, при его забои и разделке мяса. Поэтому покупать как самих животных, так и мясо стоит только у надежных продавцов. В Альмитерской лаборатории, где проверяется мясо перед продажей, теперь особенно тщательно исследуют туши. Наша цель – не допустить больное мясо на прилавок людей. И вот когда поступает мясо на рынок, мы требуем от поставщика документы. То есть это животное до забоя было осмотрено. Осмотр мяса начинаем с внутренних органов, с головы, где скрываются ревматические узлы, с печени, легкие, сележонка осматриваем. Затем уже осматривается туша, скрываются тоже ревматические узлы. Как сообщили нам в местном ветобъединении, в Альмитерских сельхозформированиях против сибирской язвы привиты все животные. Но в частных подворьях нет такой тотальной вакцинации. Из более чем двух тысяч коров привито 1600. Сейчас вот дали указания уже. Частный сектор повторно прививает. Потому что некоторые покупали молотника, они не привиты, на ощупь нет. Некоторые, значит, не привели. Это бесплатная прививка, вакцина бесплатная. Буду ходить бесплатно, делать. Прошу, придется того наставлять в деревнях, договариваться с руководителем сельского поселения. И в Россию бригаду пошлю, будем привычку делать. С помощью дезинфекционных установок обрабатываются скотомогильники. И хотя в этом году обработка уже была проведена, после вспышки сибирской язвы ее повторят. Но несмотря на то, что на страже здоровья горожан и сельчан стоят специалисты и лаборатории, ответственность за свое здоровье человек всегда несет сам. Специалисты напоминают, что покупать мясо и мясопродукты нужно только при наличии у продавца ветеринарных сопроводительных документов. Марина Юрьевна, Альмитис КВ. Альмитис КВ. Альмитис КВ разъяснят условия и плюсы прохождения военной службы по контракту. 11 августа в 10 часов в Большом зале исполкома состоится совещание по вопросам отбора и поступления граждан на военную службу по контракту. Воинские части Центрального военного округа. Встреча пройдет под председательством руководителя исполкома Альмитисского муниципального района Марата Герфанова. В ней также примут участие заместитель руководителя исполкома по здравоохранению и соцзащите Равиль Хайрулин, начальник пункта отбора на военную службу по контракту по Татарстану, подполковник Эдуард Тимирбулатов. В ходе диалога всем заинтересованным жителям города и района расскажут об условиях прохождения военной службы, льготах, правах и социальных гарантиях военнослужащих, военной ипотеке, денежном довольстве и требованиях к кандидатам. Приглашаются все желающие. И снова родители дошкольников собирают документы. Доп-компенсация, введенная с 1 января текущего года для семей с доходами до 20 тысяч рублей на человека, назначается на 6 месяцев. С июля по сентябрь органами социальной защиты проводится перерегистрация. Впрочем, пакет документов, необходимых для этого, минимален. Те, кто уже получал возвратные деньги, несут только справку о доходах. Полный пакет документов готовят те, кто рассчитывает на возврат денег впервые. Почти 11 тысяч детей в Альмитиске посещают детские сады. Получателями доп. компенсации при этом стали более 5 тысяч семей. Однако поспешили в управление социальной защиты на перерегистрацию немногие. В Альмитиске в органы соцзащиты обратились около 62% от числа всех получателей возвратных денег. В кабинете министров Татарстана назвали причины слабой явки. Мы провели анализ причин, по которым граждане не обратились. И основная из указанных в ходе опроса причин была названа отпуск родителей. То есть 39% находятся в отпуске, 7% указали в качестве причины увеличения дохода, 12% это отсутствие дохода, ну и соответственно остальные 40% пришлись на иные причины. Сегодня средний размер компенсации родительской платы составляет 401 рубль. Средний размер дополнительной компенсации 667 рублей. Средний платеж за посещение ребенком детского сада составляет 2300 рублей. А у родителей появилась возможность отслеживать, как происходит начисление родительской платы. По словам заместителя министра труда, занятости и социальной защиты Республики Натальи Бутаевой, разработан информер родительской платы за детсад. И ведутся работы по созданию информера по начислению компенсации за посещение ребенком дошкольных образовательных утверждений. Сделать это можно, зайдя на сайт электронного правительства Татарстана, Министерства труда, занятости и социальной защиты, а также Министерства образования и науки Республики. И еще одна информация. 9 августа в Альметьевске отметят День строителя. Череда мероприятий начнется с возложения цветов к памятнику строителям. В течение дня жителей и гостей города ждет выставка достижений строительной отрасли, церемония награждения победителей конкурса профмастерства, спортивная и детская игровая программа и, конечно же, праздничный концерт, который завершится салютом. Своими выступлениями альметьевцев порадуют звезды татарской эстрады. Концерт начнется в 18 часов на площади Нефтяников. Это все новости на сегодня. Смотрите выпуски наших программ также и на официальном сайте телекомпании Альметьевск ТВ. Узнавайте о важных событиях и интересных конкурсах в нашей группе ВКонтакте. Эфир канала продолжит прогноз погоды, а я с вами прощаюсь. Всего доброго и только хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова